МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Венгрии остроит второй забор на границе с Серпией. Правительство Орбана никак не отреагировало на протесты в Европе. Так не доставайся же ты никому. Руководство Лондонской биржи назвало непропорциональными требования Еврокомиссии и фактически отказалось от слияния с Deutsche Börse в очередной раз. Напомним, в 2001 году была первая попытка слияния. Отказ со стороны лондонцев. В 2004-м еще одно фиаско, снова из-за проблем на Туманном Альбионе. К очередной попытке готовились с начала 2016-го. Поначалу казалось, что все разногласия стороны урегулировали, и на этот раз две биржи наконец объединятся. Но проблемы появились со стороны финансового регулятора от Еврокомиссии, который велел лондонцам поурезать активы в случае слияния. И снова отказ со стороны лондонской биржи. Правда, валить все на Еврокомиссию было бы несправедливо, особенно без учета исторического контекста. Неожиданные результаты референдума по Brexit в июле 2016-го сразу подтолкнули экспертов к мысли, что это ударит по запланированным финансовым сделкам. Когда же стороны стали определяться с Советом директоров и распоряжением активами, ограничение, введенное финансовым регулятором ЕС, ориентировалось прежде всего на защиту европейских интересов, в случае если Британия доведет Brexit до конца. Глава правления Deutsche Börse Карстен Кенгеттер заявил, что сожалеет о сложившейся ситуации, ведь суммарная стоимость активов в результате слияния могла составить 21 миллиард фунтов. В то же время для него остается очевидным логичность и необратимость слияния, поэтому даже отказ лондонцев продать часть итальянского бизнеса по требованию Евросоюза он рассматривает как временную заминку и не собирается сокрушаться. По стечению обстоятельств очередной провал попытки слияния двух бирж совпал по времени с очередными заминками в попытке запустить Brexit. Правительственный законопроект не прошел голосование в Палате лордов. Европарламент проголосовал за лишение Марин Лепен депутатской неприкосновенности. Теперь против лидера Французского национального фронта может быть возбуждено уголовное дело. Решение парламента объявил его вице-президент Антонио Строкотелес. «Результаты голосования ясны. Решение одобрено подавляющим большинством депутатов». Поводом для решения Лепен депутатской неприкосновенности стали три твита, которые она разместила у себя в микроблоге в 2015 году. Среди прочего, она опубликовала несколько фотографий жертв запрещенной во многих странах группировки «Исламское государство». На одном из изображений был убитый боевиками американский журналист Джеймс Фоули. По словам Лепен, снимки она опубликовала в знак протеста против сравнения Народного фронта с экстремистами из «Исламского государства». Теперь в отношении политика может быть начато судебное расследование по обвинению в распространении материалов с особо жестокими сценами насилия. Ей грозит до 75 тысяч евро штрафа или лишение свободы на срок до трех лет. Лепен работает депутатом Европарламента более 13 лет. Сейчас она возглавляет здесь фракцию «Европа, нации и свобод», объединяющую 35 депутатов крайне правых взглядов из Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Польши и Франции. Кроме того, Лепен принимает участие в борьбе за пост президента Франции, выборы которого пройдут в апреле-майе. Сама она считает снятие депутатской неприкосновенности вмешательством в ход предвыборной кампании. Благотворительное объединение Депарититище Фульфосфабанта публиковало доклад, свидетельствующий о росте бедности в Германии. В докладе идет речь об увеличивающемся разрыве между богатыми и бедными ФРГ. Наглядное свидетельство этому социальный магазин в берлинском округе «Раненькендорф. Полки ломятся от уцененных ИБУ товаров, и покупателей хватает». «У нас такое ощущение, что мы здесь очень нужны. Многие люди, которые приходят к нам попросту, не могут позволить себе ничего в других магазинах». Магазин торгует посудой, столовыми приборами, мебелью, бытовой техникой, одеждой и обувью. Самый популярный отдел – детских товаров. Вот такой брендовый рюкзак в обычном магазине стоит 200 евро. Здесь его можно купить за 7,50. Да, он не новый, но в хорошем состоянии. В последнее время у нас много беженцев. Они много покупают у нас мебель, другие товары для дома. А также среди наших клиентов много покупателей с детьми. Игрушки и книги у нас хорошие. Райнер Леонард живет на пособии. В магазине «Раненькендорф» он постоянный клиент. К выбору всегда подходит скурпулезно. Ведь лишних денег нет. Сюда приходит все больше и больше людей. Вот в другом магазине всегда было пусто, а здесь вечная толпа. Я заметил, что бедных становится все больше. В магазине заботятся и о пище духовной. За полтора месяца до Пасхи здесь уже подготовили специальный прилавок с пасхальными товарами. Да, доходы растут в Германии, но не у всех. Есть определенный процент людей, которые полностью выпали из экономического развития. Им нужно особенное внимание, не только финансовое, но и социальное. Мы, например, стараемся создать впечатление у наших посетителей, что они обычные клиенты, а не просители. Социальный дом в берлинском округе «Раненькендорф» совместный проект Ассоциации «Социальпроект Раненькендорф Ост» и Лютеранской церкви «Альт Раненькендорф». Дети, подростки и одинокие родители в группе риска «Сползание в нищету» предупреждают благотворительные организации Германии, подготовившие обновленный доклад о бедности. Есть много детей и семей, которые просто не попадают в статистику бедности, хотя живут на 5-10 евро. Особенно плачевная ситуация у матерей-одиночек. Мне кажется, должно быть больше социальных работников, которые бы заботились о таких детях и семьях. За черту бедности попало очень много детей-беженцев, рассказывает представитель благотворительной организации «Арше» Вольфганг Буше. Для этих детей мы организовываем 6-7-месячные курсы английского. Это поможет им интегрироваться в общество. Все они прекрасные дети. Мы стараемся, чтобы здесь они чувствовали себя веселыми и счастливыми. Вольфганг Буше также рассказал, что его организация проводит активную работу и с малоимущими немцами. Многие из них опасаются, что беженцы оставят их и без последнего куска хлеба, а их детям не останется места в школах. Преодолеть такие необоснованные страхи живущим на пособие немцам помогают коллеги Буше по социальной работе. Венгрия продолжает реализацию мер, направленных на ограничение въезда в страну нелегальных мигрантов. Речь идет о втором заборе на границе с Сербией. Об этом сообщает местная газета «Мадяр и Док», со ссылкой на свои источники в правительстве страны. Само правительство тем временем считает, что в 2017-2018 годах поток беженцев может вырасти. Два года назад Венгрия уже возвела на границе с Хорватией и Сербией забор с колючей проволокой. Не помогло. После 43 тысяч мигрантов в 2014-2015 году количество беженцев выросло до полумиллиона. В то же время, по плану Еврокомиссии, которая распределяла квоты на беженцев в течение 2016-2017 годов, Венгрия должна была принять лишь менее 2,5 тысяч беженцев. Поэтому второй забор должен исправить эту ситуацию, считают в Кабмине Виктора Орбана. Он называет миграцию одной из крупнейших угроз Евросоюза. И уже в начале следующей недели специальный комитет Европарламента будет обсуждать соблюдение прав человека в Венгрии на фоне критики со стороны многих партнеров Будапешта в ЕС. Сам Виктор Орбан остается достаточно одиозной фигурой на фоне сдержанных лидеров европейских держав. В свое время он не только поддерживал победу Дональда Трампа на выборах президента США, но и горячо приветствовал его идею построить забор на границе с Мексикой, видимо, позабыв, что его стране забор не помог. Что же касается финансовых вливаний, то на строительство ограды и лагеря для беженцев в Венгрии выделило более 100 миллионов евро. Закончить строительство планируют до конца весны. Первый полностью автономный гоночный электромобиль представила во вторник в Барселоне инженерная компания RoboRace. Аппарат, которым управляет компьютерный мозг, получил название RoboCar. Длина машины около 5 метров, ширина 2, вес 975 килограммов. Она приводится в движение четырьмя электромоторами, которые питают батарею мощностью 540 киловатт. Ориентироваться на трассе автомобилю помогают пять лидаров оптических лазерных дальномеров, 18 ультразвуковых сенсоров, система глобальной навигации и пять умных видеокамер. По словам дизайнера Дэниела Саймона, создателя транспортных средств из голливудских фильмов «Обливион» и «Трон Наследие», главное в машине, ее форма. Эти монстры разгоняются до 320 километров в час. Они страшные, быстрые и мощные. Учитывая силу сопротивления воздуха на такой скорости, нужно прорабатывать аэродинамику до мельчайших деталей. Вместо пилота открытая вычислительная платформа с искусственным интеллектом NVIDIA Drive PX2. Она способна производить 24 триллиона операций в секунду. Глава робо-рейс Денис Свердлов убежден, что будущее за электрическими машинами без водителей. Нужно быть не только быстрым, но и умным, чтобы избегать столкновений. Все заложенные в систему алгоритмы созданы именно для этого, в условиях реальной дорожной обстановки. Дебют гоночных роботов состоялся 18 февраля в Буэнос-Айресе. Два болида двигались по трассе, проложенной по улицам города, с максимальной скоростью в 185 км в час. Они обменивались информацией друг с другом, чтобы не столкнуться, но один все же врезался в ограждение. Организаторы гонок в классе «Формула-И» рассчитывают довести число команд-участниц до 10. Каждая будет создавать собственную программу для беспилотного болида. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова